всем привет в этом видео буду ремонтировать киловаттный блок питания аэрокул ксас 1000 ватт возможно я неправильно название произнес но это не суть важно наверное многих интересует как он сломался сломался он следующим образом в один прекрасный момент компьютер остановился назовем это так и видеокарта перестали крутиться материнская плата не помню работала или нет кстати да нет он наверно не работал да он не работал он выключился обычно если компьютер выключается я его пытаюсь включить снова он не запустился было еле видно дрожание вентилятора на здесь вентилятор блока питания сразу было понятно что блок питания уходит в защиту но причина не ясна поэтому я взял другой блок питания поставил его в компьютер компьютер запустился и все видеокарты слава богу целые оказались но ясно что причина в блоке питания дальше я просто померил сопротивление на выходе плюс 12 вольт сейчас вам покажу сейчас мы померяем сопротивление по линии 12 вольт можно взять питание на процесса здесь удобнее всего это делать но можно и на видюхе померить короткое замыкание на выходе но соответственно тоже на видеокарте то же самое тоже 0 и такие вот внутренности блок питания и вторичная цепь это вот здесь вот вот это вот вторичная цепь и мне придется выпаивать вот этот вот весь радиатор с диодами чтобы определить где там короткое замыкание она везде на этой на общей шине там 12 вольт в общем без выпаивания вот этой штуки радиатора с диодами определить короткое замыкание невозможно также здесь невозможно локально выпаять по отдельности диода потому что мешает вот это вот катушка которую вернее мешает что мне радиатор открутить винт мне мешает вот эта вот катушка обычным паяльником механическим отсосом оплеткой феном паяльным это просто нереально было отпаять пришлось заказать вот такой вот паяльник электрический с отсосом с помощью него я попытаюсь выпаять этот радиатор и уже добраться до неисправного диода скорее всего выпаянная диодная сборка на общем радиаторе присутствуют также транзисторы mosfet соответственно когда я ее выпал по линии 12 вольт короткое замыкание ушло а причиной короткого замыкания являлся пробитый полевой транзистор или по-другому mosfet вот этот вот это я уже определил все остальное вроде бы работает к какому выводу я бы не притрагивался он даст короткое замыкание причем в любой последовательность плюс-минус то есть полностью пробит и его я сейчас буду менять где-то через месяц мне пришел вот такой транзистор на алиэкспресс такой транзистор стоит 500 рублей продается минимум в комплекте две штуки то есть за 300 транзистор и 200 рублей доставка то есть на детали ушло 500 рублей сейчас я демонтирую вот этот транзистор на место него поставлю вот этот новенький обратите внимание что на ножки истока этого mosfet надет ферритовое кольцо я до этого не знал думал что это просто ножку пометили так но оказывается это ферритовое кольцо ставится для того чтобы уменьшить импульсные помехи или что-то в этом роде я сначала не хотел стать но поэтому надо ставить видимо сейчас буду его снимать и ставить на мой новый транзистор транзистор я поставил но вот ферритовую бусину естественно я сломал потому что она была залита каким-то стеклянным клеем естественно у меня такое ее нет осталось она на одном из исправных транзисторов она замененным здесь вот нету поэтому ставлю без нее как будет влиять не знаю возможно там появится какие-то пульсации на выходе не думаю что уж сильно прям что-то изменится но посмотрим в общем поставил обратно диодную сборку с радиатором все стало нормально благодаря тому что там олова не было и все ножки сошлись вот видно торчащие ножки картинка конечно тут не очень красивая запаяю я это все за кадром потом буду через лопу смотреть нет ли короткого замыкания все это в общем-то за кадром делать потому что неудобно тут реально все запаял я эту диодную сборку с мосфетами дорожки тоже проверил сейчас буду запускать вернее сейчас буду собирать после чего буду запускать надеюсь надеюсь хотя бы не бахнет он блок питания собрал кулер подключил все на место поставил изоляционные прокладки вроде бы не забыл какую-то там мелкую прокладку я забыл где она там применялась и поставил он ее щель засунул ребра радиатора не помню где она применялась в общем скорее всего там замыкания нет собираю все обратно и буду пробовать собрал я блок питания подключил естественно без видеокарты потому что в случае чего спалится только материнка если там превышающее напряжение пойдет каким-то образом запуская впервые поэтому не знаю даже бахнет или нет боюсь не люблю я блоки питания так судя по всему уже дежурка должна пойти сейчас вот ответственный момент дымок пойдет или нет так что это было запустился вроде все нормально кулер крутится этот чё-то но он дохлый пока отключим вроде все работает таким вот образом подключил мультиметр на выход видеокарты буду мерить буду мерить напряжение мультиметр подключены смотрим что будет по напряжению по линии 12 вольт в частности на видеокарты которая выходит 1222 собрал компьютер поставил видеокарту винт подключил пробую запускать возможно запустится вот винт парахлит какой-то момент я подумал что просадка по этой линии идет по 12 вольт но измерил нет винт умирает возможно сейчас запустится нет не хочет но он запустится какого-то с какого-то толчка должен прошло минут 10 полет вроде бы нормальный нагрузка 82 ватта на видеокарту здесь тоже все нормально винт не отключается я его еще проверю вот от этого блока питания подключу и несколько раз попробую запустить потому что смарт показал нормальное состояние но винт 2006 года и дэшник как видите ну вот в общем то и все если понравилось видео ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока